Наталья Боровик Скажите, если у двух людей, например, у матери есть сына сильная связь, то и после смерти матери она останется. Как можно еще работать в этом направлении, почитать, благодарить, молиться за ее душу, как вы считаете? Я думаю, мы слишком как-то привязаны к определенным вещам, к определенным людям. И тем более, когда человека уже здесь нет, он ушел. Далее, мы вот этими различными своими мыслями, своей вот этой какой-то привязанностью своей, вот это, это мое мнение, может у вас другое? Ну, спрашивайте меня, я отвечаю. Мы держим вот это. Надо относиться к человеку, который рядом, здесь вот, здесь, надо к нему относиться по-человечески, с вниманием и так далее, и так далее. Человек умер, ушел, родственник, дорогой, пожалуйста, ушел, значит, проводите его, соответственно. И далее, вот как у нас есть вот это вот религиозное расписание, когда там поминать надо родственникам, когда там за могилкой ухаживать. Вот это делайте. И я думаю, этого достаточно. Не надо вот эту вот связь выстраивать, от которой потом, может быть, это, опять-таки, мое мнение, чрезмерно эта привязанность ведет к тому, что вы и этого не отпускаете, соответствующее эволюционное развитие, которое ему предусмотрено в ином мире, и свою энергию туда посылаете, а потом не знаете, как избавиться. Так что проводили, и все. И вот сама жизнь подсказывает. Да, были, жили, умерли, нету. Ну и все. На этом и закончилось, помянули, и хорошо. Потому что, ну вы, допустим, вот еще помянете, допустим, еще дети знают бабушку, а он же уже правнуки, прапраправнуки. Кто, что, че, как. Поэтому понимать все это надо, разумно относиться надо, Но не более того, у нас, вот мы здесь остались, у нас своя жизнь, мы что-то тут должны делать, решать какие-то задачи. А не то, что тут вот молиться на своих предков, только их поминать, и татара-татата-татата. Разумно. Наталья Боровик. Если у человека нет детей, то могут ли родственники и близкие воплотиться в жизнь, пусть не через этого человека, но через его род? Вы знаете, вот тут такой, такая, как бы сказать, у нас, у нас вот сложилось мнение, что вот человек умер, его душа, и пошла, 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 пошла. То есть сложилось такое мнение, что душа продолжает жить и дальше, и дальше, и дальше. И оно вот завладело умами человечества. Но если вот как бы копнуться, что такое человек? Состоит он из тела и сознания. И тело, и сознание под себя делает дух. И благодаря сознанию, которое работает в теле, он набирается определенного опыта. Потом смерть, все это дело отбрасывается, его не интересуется. Он взял тот опыт, который ему надо. И вот интересно, Блавацкая, я долго не мог вот это вот, знаете, одно и то же ты можешь слышать буквально-таки сотни раз, а оно никак до тебя не дойдет, до твоего сознания. Как раз она говорила, согласно учению учителей, что имеется развоплощенная душа. То есть, когда человек умирает, сознание, оно в теле. И я сейчас отождествляю себя со своим сознанием, которое я называю душа или полевая форма жизни, и тело, которое вроде бы как бы построило тоже наше сознание. Но на самом деле за всем этим, за телом стоит нечто другое, дух, который это делает для себя. Как семя, которое, знаете, формирует растение для того, чтобы пройти какой-то эволюционный путь. Получается, что вот это вот сознание, которое сейчас вот у меня или у вас, мы считаем, что вот это душа. Душа, наше сознание, надо душа. Да, тело умирает, а вот сознание там живет. Согласно, значит, вот Лавацкой, тело умирает и начинается разложение. Сознание уже не прикреплено к этому телу. Как раз оно называется развоплощенное, то есть, отделенное от своего физического тела. И срок жизни его, ну, после смерти, до распада, как бы сказать, не жизни, а уже существования после смерти. Просто тело существует, вот, определенное количество, там, пока не знеет. Точно так же и существует наше сознание, которое, не подпитываемое ничем, потихонечку разрушается. Вот это как раз и называется, согласно той терминологии, развоплощенная душа. И дух имеет, дух только имеет, вот, то, что мы с вами приобрели. Поэтому говорить о том, что, вот, ну, будем говорить, кто-то из родственников воплотится, нет. Насколько из всего этого вытекает, просто-напросто дух для следующей жизни будет согласно наработкам, которые были приобретены им, вот в этих всех жизнях, да, опыта, он уже будет нарабатывать, формировать другое тело, другое сознание. То есть, получается, величайшее заблуждение считать свое сознание чем-то вечным, чем-то существующим. Мы не понимаем вот этой вот цепочки. Оказывается, вот, тем более, вот, смотрите, чуточек остановимся поподробнее, хотя тут большая вообще тема. Ну, ладно. Формируется сначала тело. Тело ж не мы формируем, вот, не я своим сознанием это все формирую, а сначала тело, органы чувств, и там имеется как раз вот этот вот дух, который дал нам, значит, тело, дал нам чувства, и начинается наработка сознания. То есть, за счет органов чувств сначала возникают банки чувств. Ум уже, ум как инструмент, который сличает то, что я вижу, и то, что у меня имеется в банке моей памяти, с тем или иным запахом, там, с образом, там, с тактильными ощущениями, и прочее, прочее. И в конце концов возникает сознание, возникает самоотождествление, что сознание говорит, я — это тело, я — это ум, я — это мои достижения, и так далее. Но за всем этим стоит-то совсем другая субстанция духовная. И самое интересное, вы знаете, я смотрел один фильм, он мне, индусский, он мне запал в память, вот, врезался, но я не понимал. Там как раз был такой момент, что человека, человека, значит, привязали там к дереву, за ноги опустили так, чтобы он, знаете, возле земли был, и по дереву постучали палками, чтобы вылезли змеи, и его, значит, ну, будем говорить, закусали. И вот он как раз шептал вот такую мантру, я не тело, я не ум, я не тело, я не ум, я не тело, я не ум, я не тело, я не ум. То есть, вот, чтобы он, как бы сказать, до него дошло, что он дух, и ему бояться нечего, в принципе-то. Даже вот эта смерть, это смерть для сознания, это смерть для тела, но это опыт, опыт для духа. Поэтому вот здесь вот как-то с родственниками, скорее всего, не получится, а скорее всего получится, что, если так дальше рассуждать, что мы встречаемся, один дух встречается в воплощении с другим духом. То есть, он создает тело, создает ум, создает вот эти все эти вещи, и тот другой создает тело, создает ум. В этой жизни реализуется различный опыт, который был в прежних жизнях. И вот для того, чтобы это все как-то, как-то дальше начало развиваться, идет взаимодействие. Того, что раньше было. Да, вот тут. Но не родственников, а именно вот этих духов. Дальше они просто-напросто обмениваются информацией. Ну, вот такая вот мысля. Не знаю, как она до вас дойдет, не дойдет. Не хочу сказать, что это на 100% верно, но вот я прихожу к таким вот вещам. Ну, я думаю, достаточно мы с вами поговорили, начали с одного, окончили, видите, так как бы сказать, с другого, либо же продолжить это отдельно. Субтитры сделал DimaTorzok